Соловий провел предпродажную подготовку Соловий провел предпродажную подготовку Судьбу киноцентра на Красной Пресне обсудили в Масгордоме Коммерсант от 14 ноября 2019 года, 23-2 Киноцентр Соловий готов расширить число залов с 24 до 35 в случае, если столичная мэрия выкупит его здание у неназываемых собственников Об этом заявило руководство киноцентра на слушаниях в Масгордоме Ранее было объявлено о планах сноса Соловья и строительства на его месте гостиницы и апартаментов на 83 тысячи КВ. М., а зрители собрали свыше 100 тысяч подписей за сохранение культурного центра с большим числом авторского кино в репертуаре В мэрии сообщали, что документы на стройку были получены еще при предыдущем градоначальнике, а планы покупки не обсуждались, поскольку в таких случаях ценник возрастает астрономически Слушание о судьбе киноцентра Соловий на Красной Пресне, который должен закрыться 2 декабря, в Масгордоме устроил столичный депутат фракции Яблоко Сергей Митрохин Он приглашал на них представителей собственника здания киноцентра, а также чиновников городской мэрии Однако в итоге на круглый стол пришел лишь Юрий Соловий, рекомендовавший себя создателем кинотеатра, ранее в СМИ упоминался как юрист киноцентра Господин Соловий назвал кинотеатр на Красной Пресне самым посещаемым и кассовым в России По его словам, в 2008 году три его зала посетили 50 тысяч человек, а теперь в 24-х зальный центр приходит 1,6 миллиона горожан в год При этом создатель кинотеатра предложил городской мэрии выкупить здание у неназванных собственников, которым центр может показаться нерентабельным, пообещав в этом случае расширить число залов до 35 Господин Митрохин, который в 2018 году был задержан у киноцентра полиции за одиночный пикет против его сноса, поддержал Юрия Соловья и обрисовал еще один сценарий сохранения кинотеатра Так, депутат предложил внести правку в столичные правила землепользования и застройки, разрешив строить здесь лишь объекты культуры При этом господин Митрохин сказал, что по поводу выкупа киноцентра он уже обращался в мэрию, но ответа пока не получил 24 зальный киноцентр на Красной Пресне считается самым большим кинотеатром в России и Восточной Европе и славится длительным показом авторского кино и доступными ценами на билеты, от 100 рублей Так, фильм Амели демонстрировался здесь в течение 37 месяцев В 2011 году Юрий Соловей дал ему нынешнее название, в честь своей фамилии В ноябре 2018 года стало известно о получении собственником здания АО киноцентра разрешения на строительство на этом месте многофункционального комплекса с гостиницей и апартаментами Информация вызвала общественный резонанс У киноцентра появились пикеты, а под петицией о необходимости сохранить его на сайте Change.org было собрано свыше 100 тысяч подписей Глава столичного страйкомплекса Марат Хуснулин тогда заявил, что АО киноцентр имеет все разрешающие документы, полученные еще при прежнем руководстве Москвы В ситуации обещал разобраться министр культуры РФ Владимир Мединский Однако год спустя господин Мединский заявил, что ему неизвестно, будет закрыт кинотеатр или нет Адресовав этот вопрос московским властям Юрий Соловей заверил, что 35-зальный кинотеатр может стать крупнейшим в мире, но это произойдет лишь в случае покупки здания городом С учетом того, что дороги строят, значит, могли бы и выкупить, чтобы сохранить Киноцентр, твердый знак, рассудил он Участники слушаний в Мосгордуме интересовались суммой выкупа и именем собственника Но эти данные господин Соловей не раскрыл, лишь отметив, ситуация на рынке недвижимости меняется постоянно Нет смысла оценивать стоимость в ситуации, когда нет покупателя Удастся ли сохранить концепцию Соловья на новом месте? Отметим, что Соловей занимает 6000 из 28000 кВ М в здании на Красной Пресне, остальное снимают другие арендаторы Весь комплекс занимает участок в 0,9 га, с кадастровой стоимостью в 945 млн рублей Согласно полученному в 2010 году градостроительному плану земельного участка, здесь предполагалось строительство комплекса с культурно-досуговым центром общей площадью более 83000 кВ М. Из них около 35000 кВ М отводилась на гостиницы и апартаменты Замодиректора Департамента финансовых рынков и инвестиций Агентства недвижимости Найтфранк Виктория Петрова оценивает стоимость такого объекта в 3,54 млрд рубль Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснял, что владельцы здания добились через разные инстанции, чтобы они были зафиксированы в правилах землепользования и застройки Так, согласно этим правилам, на участке киноцентра можно размещать более 20 видов объектов, включая банки, магазины, гостиницы, вокзалы, оранжереи и даже зверинцы с максимальной высотой зданий в 75 метрах По данным источников Твердый знак, в случае с Соловьем речь может идти о сумме выкупа в 6 миллиардах рублей Один из участников рынка недвижимости знает, что здание киноцентра уже выставлялось на продажу по космической цене в 120 миллионов долларов, около 7,7 миллиарда рублей Источник Твердый знак в имущественном комплексе Москвы сообщил, что переговоры о выкупе киноцентра с его владельцами не вели Глава меском архитектуры Леона Княжевская ранее сообщала, что в мэрии не имеют оснований для таких переговоров и оснований для изъятия киноцентра нет Первый заместитель главы столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов конкретизировал, что опыт столицы в подобных ситуациях плачевный По словам чиновника, как только собственник узнает, что покупателем выступает Москва, ценник возрастает астрономически Когда состоятся последние сеансы в киноцентре? Репертуар Соловья может переехать в киносеть КОРО В киносети «Твердый знак» подтвердили заключение соглашения об этом, сказав о планах совместной работы по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики Соловья Основной площадкой для этой работы станет киноцентр «Октябрь» В Мосгостроенадзоре ранее сказали, что разрешение на строительство УАО «Киноцентр» действует до сентября 2021 года Демонтаж здания, в котором расквартирован Соловей, может начаться после 2 декабря Елена Рожкова, Мария Старикова, Маргарита Абрамова